здравствуйте товарищи и так в этом замечательном ролике я вам покажу одну очень интересную штучку которая может пригодиться всем мотопутешественникам да и не только мотопутешественникам особенно тем ну не особенно а точно тем у кого нет центральной подножки на мотоцикле речь сегодня пойдет вот об этой вот приспособе которые можно вывесить заднее и переднее колесо скажем если вы в пути и вам нужно снять колесо или обслужить мотоцикл допустим про смазать цепь я вставлю сейчас небольшой ролик сюда из моих шотов которые я снял вчера чтобы вы могли понять как эта штука работает спокойно крутится ну надо с нейтралки только снять со стороны это выглядит вот так то есть с одной стороны у нас подножка с другой стороны вот это вот палочка классная штука давайте я вам покажу сейчас еще раз вблизи эту штуку как она выглядит сколько весит какой размер то есть вот длина ее составляет 22 сантиметра масса составляет 148 граммов принципе такая маленькая штучка может легко поместиться в рюкзаке или в любой сумке в принципе ребята такую штуку можно даже сделать самому все что вам нужно просто сейчас берите на заметку это три трубки можно даже наверно обойтись двумя которые можно вставить друг друга то есть алюминиевые трубки вставляющиеся в друг друга и вот какую-нибудь такую приблуду выточить можно сюда бы я может быть еще вклеил какую-нибудь резинку чтобы не царапать маятник потому что что-то как-то не предусмотрел производитель этот нюанс но у меня под майка под маятником там есть в одном месте там какая-то пластиковая накладочка я вот ее собственно вчера в нее упирал и не как бы ничего не не царапает и два таких вот замечательных шплинта то есть берем три трубки сверлим в них дырки что можно было вставить шплинты и все так чё греха таить можно в принципе взять какую-нибудь рейку подходящую подходящей длины под ваш мотоцикл и просто кинуть с собой в багаж куда-нибудь скажем с теми же палками для палатки на худой конец можно даже просто найти какую-нибудь прочную ветку палку ну я не хочу заморачиваться поисками палок а поэтому я приобрел такую штучку вчера я смазалась не цепь очень удобно мне понравилось поэтому кому понравилось ставим лайк кому понравилось ставим дизлайк в общем сейчас будет небольшой анонс помимо всего прочего мне вчера пришла еще вот такая вот приблуда тоже замечательная вещь это у нас подъемник для мотоцикла то есть в случае если ваш мотоцикл упал с помощью вот этого девайса можно поднять мотоцикл распакую я и покажу ее потом следующем отдельном ролике поэтому если интересно можете подписаться на канал можете не подписаться в общем если не интересно но я думаю будет интересно потому что штука очень полезная почему я купил потому что я у меня сейчас кто не в курсе honda crf 300 ралли то есть она 150 килограммовый байк что в принципе кажется на первый взгляд легким по сравнению с другими байками но за счет того что там центр тяжести у меня очень высок и когда мотоцикл падает то подвеска задняя его раскрывается на максимальную длину потому что на нее не действует никакие силы и соответственно стану получается очень большой рычаг с очень большим центром тяжести потому что когда мотоцикл встает то есть чем больше он встает тем собственный вес начинает сжимать пружину и рычаг начинает уменьшаться поэтому мне смешно смотреть видосы когда вот допустим где-то в инстаграме попадается видосы типа девочка поднимает тяжелый байк там где-то видел видос там короче стоит девочка тяжелый байк с такими горшками влево и вправо стоит буквально под 45 градусов центр тяжести максимально низкий ну и девочка его естественно поднимает такой байк даже если он будет 300 килограмм весить его пятиклассник поднимет а вот 150 килограммов и с высоким центром тяжести тут там скажем я в бодром здравии уже его с трудом поднимаю а если еще с багажом то подавно поэтому я плюнул и вот решил себе приобрести такую штуку которая надеюсь мне не пригодится но пусть лучше будет потому что поеду я в августе один помочь мне будет некому буду ехать через швецию а там ну население не особо много поэтому большую часть времени буду находиться один и так ребята небольшой анонс начало августа в буквально в первых числах или последние числа июля я планирую ехать в швецию на оффроуд тур по ted если у вас тоже отпуск в это время есть желание прокатиться со мной в компании то милости просим пишите обсудим я стартую из берлина планирую там ну пока не надоест кататься то есть неделю может две но у меня около трех недель будет времени свободного ну а там как пойдет по настроению если есть желание поехать то пишите все давайте всем пока до новых встреч